Здравствуйте, уважаемые участники онлайн-конференции! Сегодня мы поговорим немножечко о такой значимой и достаточно успешной культуре за последние десятилетия, как соя. Поговорим о проблемах, о сортах и о перспективах, которые в Алтайском крае данную культуру подстерегают. Хотелось бы немножечко коснуться истории. Ее можно разделить на три этапа. Первый этап – это завоз и пробные мероприятия после организации первого в Алтайском крае опытного участка сельскохозяйственного испытания. Это начало 30-х годов. Но тогда соя в основном завозилась с Дальнего Востока, и те сорта, которые испытывались, они, к сожалению, у нас просто не вызревали. Плюс те экономические и политические передряги, которые происходили в стране, они не способствовали развитию данной культуры. Второй этап становления и попытки становления сои на Алтае – это 60-е годы. Когда уже на Западе вовсю обратили внимание на данную культуру и перешли непосредственно к селекционному процессу, у нас тоже ученые обратили внимание на нее и попытались. Но в связи опять же с политической ситуацией и с тем руководителем, который стоял тогда у власти страны, у нас было первым очередной задачей – это кукуруза, царица полей. Поэтому опять же про селекцию и культуру сои на время забыли. И можно выделить третий этап, который на данном этапе у нас происходит. Конечно, после всех этих передряг и всех этих, так сказать, разногласий, которые у нас возникают, мы от западных коллег отстали и достаточно существенно отстали в селекционном плане. Но благодаря как поддержке отдельных агропроизводителей, которые с энтузиазмом воспринимают данную культуру и видят за ней будущее, так и при поддержке Минсельхоза, как местного, так же краевых властей, так и государственных структур, потихонечку мы это упущение минимизируем. В первую очередь это недофинансирование происходит. Плюс самое, наверное, существенное – это неквалифицированные кадры и очень мало идущие именно в сельскохозяйственный профиль. Поэтому основные проблемы связаны вот именно с этим, с данной культурой. Что касается экспансии западно, то она надвигается достаточно существенно. С каждым годом, общаясь с коллегами из госсортового участка, мы наблюдаем по 5-6 сортов, которые приходят на сортоиспытания. Посевные площади в Алтайском крае, как и в мировой практике, неуклонно растут. Если все сложится благоприятно с погодными, климатическими условиями в этом году, то прирост будет достигать 5-7%. Это традиционно для данной культуры. В мировой практике около больше 100 миллионов, уже больше 130 миллионов гектар сои посеяно. Основными поставщиками являются и сои сеющими странами – это США, Аргентина, Бразилия. Россия только в прошлом году перевалила за миллионный рубеж и собрав достаточно рекордные урожаи, более 3 миллионов тонн. Поэтому для нас тоже стоит перворечная задача поддержать этот уровень и достаточно перейти на более высокие показатели. Как я уже отмечал, в Алтайском крае в пассивные площади достигают порядка 150 тысяч гектар. Алтайским научно-исследовательским институтом выведено с 1998 года, когда сою вплотную занимался Васякин Николай Иванович. Три сорта при непосредственном его участии, эти сорта были созданы. Это Алтом совместно с Омским, НИИСХ, также Надежда и НИВА-70. Среди этих сортов наибольшую популярность занимает сорт Алтом. Его посевные площади порядка 40-50 тысяч гектар в Алтайском крае. Среди других наших сортов широкую популярность за пределами Алтайского края и в частности в Республике Казахстан получил сорт НИВА-70, который был там районирован, а также сорт Надежды, который в последнее время набирает достаточно неплохую популярность благодаря двум элитно-семеновоческим хозяйствам нашего Алтайского края. Это Золотая осень Рябцева Ивана Ивановича и агрохолдинга Гелиос. Чем примечательен данный сорт и в чем проблема вообще соя заключается, это содержание белка. К сожалению, Алтом не отвечает тем требованиям, которые предоставляют агропереработчики, то есть достаточно низкое содержание белка. Даже при всех примочках, при парках, при внесении удобрений, как по вегетации, так и по листу, не дают того эффекта, чтобы агропереработчики на него все больше возлагали надежды и обращали внимание. Соя надежда именно отвечает этим показателям и требованиям. Содержание белка не ниже 36-38%, что в принципе удовлетворяет переработчиков, поэтому и обращают на него все больше внимания. Здесь надо отметить, что 3 года назад мы выиграли грант Минсельхоза нашего Алтайского окрая и при непосредственном участии в разработку, на последних этапах уже внесли новый сорт Альфа. Основным нашим показателем, который требовалось, это в первую очередь высокое содержание белка, не ниже 40%, чему мы успешно добились, а также в связи с тем, что достаточно суровые у нас климатические условия, и не всегда сорта даже алтайской селекции у нас вызревают, это селекция на скороспелость. Этот сорт один из самых, наверное, будет скороспелых среди трех сортов, которые представлены в нашем Алтайском неисхе. С вегетационным периодом порядка 100 дней. Содержание белка, как я уже говорил, это 40%. По селекционному процессу Алтайский неиск с каждым годом набирает все больше и больше, так сказать, обороты. И когда мы начинали только работать с СОИ, в проработке находилось порядка 300 номеров. На данном этапе мы приближаемся уже к 1000 номеров, что достаточно существенно влияет на выбор тех генотипов и тех линий, которые надо учитывать для внесения и размножения данной культуры. Также активное участие принимают другие НИИ, в частности, достаточно плотно начали работать в этом году с сопредельным государством Беларусь. Они прислали ряд интересных линий и форм для изучения. Планируем в этом году наладить контакты с ведущим, наверное, в Сибири институтом, это Омским, который успешно работает с СОИ, чтобы совместно противостоять засилию иностранных сортов. Поэтому с СОИ надо работать, необходимо работать. И это культура, наверное, будущего. Спасибо за внимание.